здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала мы сегодня будем работать с василисой над звуком и работа наша будет по развитию речи сейчас вы посмотрите фрагмент занятия а затем я немножечко скажу по занятию здесь у нас твердый с гласными а у и о произносим са су си са а здесь у нас мягкий с да произнесем еще давай погрунче си 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 молодец а теперь давай посмотрим сюда вот у нас это кто это говорит это сом сом вот сом с чем вот это что у него у с и теперь давай скажем сом с усами еще раз вот видишь стоит вот она вот сон с усами вот теперь сама произнеси сом сом с у сами у сами хорошо а где сон живет сон 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 живет где в воде вот воде хорошо а теперь давай посмотрим а это кто у нас волк а волк с ч вот это что у него такое клыки вот а волк с чем волк волк у нас волк с клыками фи с клыками молодец хорошо а волк где живет скажи волк Волк живёт в лесу. В лесу. Правильно. Волк живёт в лесу. В лесу. Хорошо. А это кто у нас? Лось. 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 А лось у нас с чем? Лось. Вот опять с рогами. Давай. Лось. Лось. С рогами. А где лось живёт? Говори, лось живёт в лесу. А лось какой у нас? Большой. Вот. Лось большой у нас. Да? Молодец. Хорошо. Всё правильно сказала. Про сома сказала правильно. Про волка сказала правильно. И про лося. Да. Хорошо. А теперь давай повтори за мной. Сон. 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 Вот когда мы спим, то видим. Сон. Сон. Хорошо, молодец. Суп. 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 А это что такое суп? Суп. Кто суп кушает? Кушает волк суп? Или лось? Или... Нет, скажи, не кушает. А кто кушает суп? Помнишь, мы говорим? СОБАКА. 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 А теперь скажи СОБАКА. СОБАКА. Кушает суп. Суп. Молодец. Теперь дальше смотрим. СТУЛ. СТУЛ. А что такое стул? СТУЛ, на котором... СТУЛ. На... КОТОРОМ... СИДЯТ. Вот стул, на котором сидят. Хорошо. А стол? СТУЛ. Это что такое стол? СТУЛ. За столом? СТАЛОМ. 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 СИДЯТ. Вот, за столом сидят. Ладно, молодец. Хорошо, здесь достаточно сейчас. Ну, вот вы посмотрели фрагмент занятия. Василисе были предложены картинки. И звук С. Сначала мы повторили слоги. То есть Василиса произнесла звук С. Мягкий и твёрдый. Какие гласные обозначают мягкость согласного. Какие гласные обозначают твёрдость согласного. Это Василиса хорошо уяснила. Работа на этом занятии направлена на развитие речи. Идёт работа по формированию предложений у ребёнка. Грамматическая форма грамматической формы речи такой, как предлог. Пользоваться в предложениях предлогом. Ну, все знают, что предлог со словом пишется раздельно. Первая картинка, которая была предложена, это СОМ. Нужно было сказать, кто это такой СОМ. Что у СОМа? У СОМа усы. Можно сказать УСОМа усы. Но, используя предлог, мы скажем СОМ с усами. Василиса повторяет СОМ с усами. Спрашиваем, где живёт СОМ. Василиса немножко затруднялась ответить. Ну, в этом случае надо обязательно ребёнку помогать, что СОМ живёт в воде. А вот вторая картинка, ВОЛК. Когда был задан ей вопрос, где живёт ВОЛК, А Василиса ответила без затруднения. Ну, и тоже в этом предложении мы использовали звук СОМ как предлог. ВОЛК с чем? С КЛЫКАМИ. Вот такое предложение нужно повторить. ВОЛК с КЛЫКАМИ. Или у ВОЛКа КЛЫКИ. Или ВОЛК с КЛЫКАМИ. И следующая картинка была. Это ЛОСЬ. Вот тоже, где живёт ЛОСЬ. Какой ЛОСЬ. Василиса показывает, что ЛОСЬ БОЛЬШОЙ. Когда-то мы очень много работали с Василисой над понятиями БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ. Когда она затруднялась, она отвечала вопросом на вопрос. А вот теперь Василиса уже хорошо может отличить БОЛЬШОГО от МАЛЕНЬКОГО. И вот она показывает руками, что ЛОСЬ БОЛЬШОЙ. ЛОСЬ с чем? С РОГАМИ. Тоже здесь используется предлог С. РЕЧЬ У ВАСИЛИСЫ ФОРМИРУЕТСЯ. Она хорошо начинает познавать окружающий мир. Может теперь уже ответить на вопросы. Ну, иногда предложения, конечно, у Василисы не получается. Над этим нужно ещё работать. Но повторяет она уже без затруднений и повторяет она правильно. Это ребёнок, который вообще не умел говорить, не произносил ни одного слова. Теперь у неё уже появилась речь. Ну, теперь нужно продолжать работать дальше. У кого есть такая проблема, то нужно очень много произносить слогов, слов. Я когда-то показывала в своих видео, с чего мы начинаем работать. Мы начинаем работать со слогов. Сначала произносим гласные звуки, потом согласные и сливаем. Потом мы произносим слова. Ну, а потом уже вот примерно вот такие видео идут с детьми, у которых уже появилась речь. Поэтому я пожелаю Вам удачи. Чтобы у Вас всё получалось, нужно упорно, усердно заниматься своими детьми. На этом я, пожалуй, закончу. До свидания. До новых встреч.